Привет, друзья! Я сейчас хочу сделать анонс нового канала, который я собираюсь сделать. Называться он будет пока не поздно. Канал будет посвящен предпринимателям и эмиграции предпринимателей в Америку. Я два года живу уже в США, и я сделал канал «Русская Америка». Кто, может быть, не видел его, посмотрите. Там рассказано о моей жизни в Америке. И за два года я сумел, в принципе, стать здесь, можно сказать, полноценным жителем города Нью-Йорка. У меня есть свой бизнес, у меня есть свое жилье, нормальный автомобиль, много друзей. Я уже примерно, ну, отчасти разбираюсь в законах американских. При этом у меня нет хорошего английского языка. То есть у меня он самый минимальный, можно так сказать, даже школьная программа. Ну, и то, что я здесь на улицах, так сказать, среди друзей, знакомых, в магазинах, в такси, где-то понабрался. В связи с последними событиями, да, с арестом Алексея Навального, ну, правда, сейчас, там, сегодня произошло чудо, что его отпустили. Правда, наверное, это ненадолго. Опять же, здесь немножко вмешалась какая-то верховная политика. Это, как говорится, раскол элиты, и кто-то с кем-то неправильно договорился. Но тенденция ареста предпринимателей в России сохраняется, предпринимателям в России быть опасно. Это, конечно, простой пример того же дела Навального, когда человек просто подписал договор, хозяйственный договор, а за это ему дали пять лет тюрьмы, да. При этом, как бы, дело это закрывалось три раза, и его опять под давлением открывали, потом опять закрывали, ну и в итоге, там, получили приказ сверху открыть, возбудить, посадить. То есть, в принципе, это может случиться с каждым. Я сам также пострадал, когда-то, там, два с полной года назад у меня забрали мой бизнес. Ну, об этом можете почитать в журнале Forbes в сентябрьском того года, там есть подробная статья об этом. И канал будет, который я сейчас буду делать на YouTube, рассказывать как раз о том, как предпринимателям уехать с России, ну и с России, с других стран тоталитарных бывшего СССР. И, в принципе, это единственная возможность спастись, спасти свою жизнь и спокойно жить за границей. Особенно в США, откуда нет экстрадиции, откуда не выдают, ну, в частности, в России, Америка не выдает предпринимателей, если против них возбуждено, сфальсифицировано уголовное дело. Ну, как говорит статистика, как говорят эксперты, сейчас 90% уголовных дел, которые возбуждаются против предпринимателей, подчеркиваю, цифру 90%, они сфальсифицированы. И просто кто-то хочет отжать их бизнес. Либо конкуренты, либо силовые структуры, либо какие-то еще внешние силы. Так что смотрите мой канал, пока не поздно. Этот вот сюжет я сделал на фоне американского флага. Это действительно страна справедливости, страна демократии, свободы слова. И здесь есть справедливый суд, в отличие от того, что в России его нет. Спасибо.